Вот написано City War 100. Ну что, я нахожусь сейчас в Калаярве. Здесь находится Калаярве. Ну что, я в магазине сейчас. Вот интересная машинка такая. Я как-то делал обзор, но я почему-то не выложил. Вот я уже поближе подошел к этому центру. Вновь здесь. Веспонтори. Веспо. Здесь такси есть. Ну что, здесь складируют, что-то вывозят. Хотел здесь показать вам. Здесь есть Хотиква. Вот территория школы здесь. Привет всем. Нахожусь в районе Рейла. Это здесь небольшое поселение, наверное, населенный пункт. Здесь находится у нас школа. Вот территория школы здесь. Здесь у них есть стадион. Волейбольная площадка на стадионе. Для фрисби-гольфа есть одна корзина. Такое место. Сегодня замечательный день. Сегодня суббота у нас. Суббота и 8 апреля. Красота. Красивое субботнее утро. Вот. На часах 10 часов 11. Пришел поезд, который идет в Хенсинки. Я скоро поеду в такой населенный пункт Калаярви. Ну что, я нахожусь сейчас в Калаярви. Вот здесь находится в Калаярви. Там центр, там магазин есть, недалеко где-то в той стороне школа есть. А здесь такое интересное место. Сейчас я вам покажу его. Здесь находится вот это здание белое. Там мото-магазин. Я сейчас вам могу даже показать. Здесь вывеска Харлей Дэвидсон. Здесь в этом здании находится мото-магазин. Там мотоциклы продают, квадроциклы, всякие чоперы типа такого. Единственное, я не понимаю, почему сейчас у них нет во дворе ничего. Там, по-моему, даже мастерская у них какая-то. Обычно здесь множество магазин, мотоциклов стояло во дворе. Сейчас нет. Я не знаю, может быть, может быть, они уехали отсюда, но вывеска еще осталась. Там вот какое-то новое здание строят тоже. Вот здесь тоже, по-моему, или школа, или что-то такое находится. Какое-то заведение, садик, может. Ну и здесь Веспонтори, Веспо. Вот здесь такси есть. Ну что, берем такси, едем кататься? Не, не поеду я. Здесь еще одно такси. Вот этот центр для сдачи тестов на коронавирус. Он не работает, как я смотрю, сколько вот хожу. Никого здесь нету. Наверное, уже прекратил действие свое. Вот тут люди стоят, сдают велосипеды на обслуживание, по ходу дела. Сейчас хочу пройтись, показать вам побольше район. Этот давно здесь не бродил. Ну, заодно вам покажу, как он выглядит. Мы сейчас обходим Веспонтори. Центр торговый, вот эту вот всю историю. С правой стороны, получается. Там находится сам море, Веспо. Город, ну, так вот. Зашел во дворы, здесь такое здание. Написано, вот район этого Эспо-центра, семейный центр какой-то. Даже вот на английском написано там вот. Эспо-центр Кэскус Фэмили Сентр. И вот хотел здесь показать вам, здесь есть Хатико. Такая собачка. Хатико ее зовут. Ну, на самом деле, это я сам придумал, что она Хатико. В этом здании здесь находится, находился, во всяком случае, раньше, вот сюда надо было заходить, здесь находилась такая организация Кэла. Это аббревиатура. Ну, это связано с пенсиями, с какими-то выплатами, помощью какой-то финансовой. Больничные такие всякие вещи, что-то вот такое. Ну, сейчас я не знаю, на месте она здесь или ее уже сменили, убрали отсюда. Ну, вот это место было район. Отошел на приличное расстояние от этого места, где здесь вот конечная, ЖД, конечная автобусов, ЖД вокзал. Сейчас еще чуть пройду из-подальше. Здесь мост, проходят автомобили, автобусы, 60 километров в час здесь, по-моему, скорость по нему, если не ошибаюсь. Вот написано City War 100. Короче, это можно взять в аренду склады у них. В этом здании большая часть, как я понимаю, там находятся такие как боксы. Их можно взять с помесячной платой в аренду, ну, как склад, типа, как гаражик или, как сказать, это, как подвал вот у людей в домах. Вот у них можно в аренду взять, если не хватает себе помещения. И вот здесь надпись написано. Маленький вот такой склад, начиная от 22 евро в месяц. Я не знаю, что там метр, на метр будет такая маленькая площадь. Может быть, я не знаю, какие площади здесь дают. Вот такая возможность есть. Вот называется City War. Складирует что-то, вывозит. Вот под навесом здесь навес такой. Здесь находятся для велосипедов парковочные места. Можно зацепить и здесь оставить свой велосипед. Вот интересная машинка такая. Я как-то делал обзор, но я почему-то не выложил это видео. Это, по-моему, Toyota iGo. Смотрите, она так выглядит. У нее пластиковые накладки вокруг колес, вокруг арок есть. У нее довольно хороший клиренс. И, ну, в принципе, выглядит так неплохо. Хотя это самый маленький вариант из семейства Toyota. Еще хотел парковку здесь показать. Снег еще у нас остался пока. Хотя уже довольно тепло сейчас. Уже сейчас подошел на такую основную дорогу, которая здесь, вот, из Понтори, это здание. С этой стороны находится торговый центр Интрессы. Там куча магазинов находится всяких различных. Есть Lidl магазин. Еще там дальше есть S-Market, по-моему. Здесь кольцевая такая развязочка, перекресток такой. Ну, вот сейчас машина проехала. Вроде бы на кольце была. А поворот очень многие на таких кольцах, таких кольцевых перекрестках не показывают повороты, когда съезжают с кольца. Посмотрите. Ну, здесь, конечно, не будет видно. Ну, я просто здесь езжу часто. Вот эта машина показала этот гольф. Этот тоже показал. Я уже поближе подошел к этому центру. Вот так вот он выглядит. И с этой стороны как раз тоже видно это здание. Здесь тоже магазины находятся внизу. Первый, второй этаж. Там тоже магазины есть. Здесь скорость 30 км в час на этой участке. Здесь находится вот с этой стороны, вот эта вот часть. Здесь, конечно, автобусы. Сюда приезжают автобусы, выгружают людей, ожидают отправления. Потом едут на начальную остановку уже. Это Эспо. Погода шикарная. Тепло, ветра нет. Холодного вообще ветра нет. Смотрите на дерево. Вообще шикарная погода. Весна. Весна полным ходом идет. Красота. Ну что, я в магазине сейчас продукты покупаю. Здесь финики хорошие есть. Даже очень хорошие финики. Еще такие финики есть. Цена вот такая. Во. Такой магазин. Сейчас только что в магазине побывал. Купил всякой зелени. Здесь есть килограмм киви. Здесь есть вот такая зелень. Петрушка. Укроп пакет. Здесь есть такие авокадо здоровенные. И вот это вот у нас шпинат. Вот этот вот весь. Все это количество обошлось чуть больше чем в 11 евро. Не знаю, как вы думаете. Дорого это или недорого? Авокадо прям такие огромные. 700 грамм тут авокадо. Шикарнейшие. Вот. 11 с лишним евро заплатил. Так, я снова в Кала-Ярве. Уже солнце понемножку садится. На часах 18.34. Снова нахожусь около этого магазина. Там Харли Дэвидсон написано. Motorcycle. Motorcycles. Вот. Я посмотрел повнимательнее. Здесь есть признаки того, что это относится все-таки к мотоциклам. Вот здесь вот лежит большая куча, наверное, старых покрышек, я думаю, для мотоцикла. Я думаю, что видно. Еще раз покажу вам. Здесь здание какое-то. Я не знаю, может быть, кстати, это... Что это за здание? Ну, это вот тут основной центр. Вот здесь там магазин, еще что-то там. Здесь дома, люди живут. Это вот центр Кала-Ярве здесь находится. Ну, вот так и закончился сегодняшний мой рабочий день. Вот уже вечер на часах 19.40. Температура на минуточку 10 градусов. Тепла замечательно. В этом году это первый такой жаркий день в столичном регионе Финляндии. Это я могу 100% сказать. Я не помню, чтобы было теплее. До спор я проехала. Да. Куда-то на вызов едут. Видимо, очень серьезно. Так что такие вот дела, друзья. На этом я буду заканчивать это видео. Я думаю, что для вас это видео было информативным. Спасибо всем за просмотр. Пишите ваши комментарии. И увидимся уже в следующем видео. С вами был Григорий. До следующего видео. Все, пока. Пока.